Меня зовут Ева Лехцер, я рада вновь всех приветствовать на своем канале. Сегодня хочу предложить вам расклад «Ситуация выбора». Чего она будет касаться? Этот расклад подойдет для тех, кто оказался в ситуации выбора и не знает, как ему поступить. Применимо это для всех сфер жизни, например, купли-продажи квартиры, отношений, работы. В целом ситуация выбора, уйти или остаться, поехать ли вам в какую-то поездку. В общем, ряд каких-то бытовых вопросов или ситуаций, которые по каким-то причинам вводят вас в замешательство. Работать я сегодня буду с «Египетским даром» издательства «Лос Карабео». Значит, каким образом мы с вами будем взаимодействовать? Я выложу 8 позиций. То есть в чем суть ситуации, почему вы стоите перед выбором? Правая карта будет отвечать на вопрос, как для вас повернется ситуация. Если вы что-то мне будете кардинально менять, ну, например, захотите уйти из взаимоотношений. И левая карта будет говорить о том, как будет развиваться для вас ситуация, если вы все оставите как есть, без изменений. Хочу напомнить, что расклад общий. Он не может однозначно проиграться для всех. Если вы хотите заказать индивидуальный расклад, например, по этому же вопросу, ссылки на мои контакты вы можете найти под этим видео. Во всех же остальных случаях расклад может резонировать только в том случае, если у вас есть интуиция, если она у вас хорошо работает, и вы сможете расслабиться и настроиться на расклад. Проговаривайте, пожалуйста, свое имя, дату рождения. Давайте картам запрос. Как для вас обернется ситуация выбора в том или ином случае. Итак, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Шестой, седьмой и восьмой варианты. Пожалуйста, настраивайтесь на работу. Даю вам несколько секунд, чтобы вы могли определиться с той картой, которая вам наиболее импонирует. И давайте смотреть. Так, в чем суть ситуации выбора для тех, кто выбрал первый вариант? Здесь у нас падает королева жестов. Аркан может говорить о нескольких вещах. Либо здесь идет ситуация роста профессионализма, ну то есть, например, уйти с работы или не уйти, да, либо повышать каким-то образом свою квалификацию. Либо же в целом здесь идет вопрос о какой-то женщине, например, которая может вмешиваться в личную жизнь, взаимоотношения. Либо, например, это, ну, для некоторых может проиграться как вопрос, например, родителей, мамы, да, то есть, стоит забрать себе маму или не стоит. Либо еще какие-то моменты связаны именно с этим аспектом. Ну, в большей степени здесь, конечно, для многих проиграется все-таки сфера работы. Итак, как для вас будет развиваться ситуация, если вы оставите все как есть? Здесь у нас падает верховная жрица. Ну, то есть, здесь будет ситуация много неясного. Ситуация тайной, причем тайной, которую вы, в принципе, не узнаете. То есть, так оно все тайное останется, да, невыясненным. Если с позиции личной жизни, то однозначно здесь идет наличие любовницы. То есть, вы пытаете для себя каким-то образом эту ситуацию разрешить. То есть, если с позиции работы, то здесь либо нехватка опыта, либо нехватка знаний. Поэтому вы хотите этот пробел восполнить, да, и у вас стоит ситуация выбора. Опять же, для некоторых, как я говорю, это может проиграться как мама, да, потому что жрица непосредственно здесь указывает на женщину более старшего возраста, о которой вам, например, необходимо позаботиться. Как для вас будет развиваться ситуация, если вы что-то будете в ней менять? Здесь у нас падает девятка пентаклей. Но карта четко говорит о том, что если вы, особенно все-таки это в большей степени проиграется в плане работы, решите сменить работу, либо повысить уровень квалификации и так далее, то только от этой ситуации выиграете. Потому что девятка пентаклей. Карта хорошего дохода, финансовой стабильности, благополучия, роста, самодостаточности, личностного роста. То есть здесь, вы знаете, ну, человек, который достигает своих целей. Называется «Вижу цель, не вижу препятствий». Если же это с позиции родственных взаимоотношений, да, то есть взять себе маму или не взять, карта говорит о том, что да, нужно брать. Единственное, что здесь может вам проиграться, как ситуация финансовых трат, на которую вы потом впоследствии восполните. Если все-таки вопрос касается личной жизни, наличия третьего лица и так далее, по девятке пентаклей, если вы все-таки, например, уйдете с любовного треугольника, вы останетесь в выигрыше, потому что, скажем так, отсечуете ненужные связи и будьте самодостаточной, востребованной женщиной, которая сможет строить личную жизнь на своих условиях. Так, эти карты оставим здесь, не буду их убирать в колоду. Для тех, кто выбрал второй вариант. По шестерке мечей, ну, для многих здесь все-таки отыгрывается ситуация переезда, потому что, вот видите, даже плодья плывет по воде. Переезда, смены места жительства, даже уехать на ПМЖ, например, на заработки. Или в целом сменить город, страну, дом. Вот именно так, карта перемен. Ну, давайте посмотрим, как для вас эта ситуация будет отыгрываться. Так, что будет, если вы оставите все как есть? Ну, если вы оставите все как есть, по рыцарю мечей, скажем так, ситуация сама вас вынудит переехать, да, либо, ну, сменить место жительства. Почему я так говорю? Потому что рыцарь мечей – ситуация острых решительных действий, либо каких-то конфликтных ситуаций, которые вас вынуждают так или иначе съехать с этого места. Независимость от того, чего это касается. Работы, личных взаимоотношений, либо в целом это связано с какими-то глобальными переменами. Обстоятельства вас вынуждают. Вы этого не хотите, но, тем не менее, факт остается фактом. Хорошо. Если вы попытаетесь что-то в этой ситуации изменить, как для вас это отыграется, ну, например, не поехать, да, то здесь у нас падает перевернутая королева кубков. Ситуация разочарования, ситуация депрессии, осадка на душе. И знаете, как сожаление в упущенных шансах. Вот почему я этого не сделал? Либо почему я этого не сделала? То есть нужно было быть решительным, решительным на перемены, в целом на эту ситуацию. Потому что вы понимаете, что эта ситуация неизбежна и судит вам благоприятные перемены. Если вы этого не сделаете, ну, скажем так, будете жалеть об упущенном шансе, упущенных моментах. Так, давайте смотреть далее. Для тех, кто выбрал у нас третий вариант. Так, ну, здесь такая какая-то острая ключевая ситуация. Либо разрыв партнерских отношений, либо деловых, либо в целом какая-то ситуация, при которой вы расставили точки нет и, и, скажем так, ушли окончательно и бесповоротно. Ну, то есть что-то, знаете, как я говорю, разрубить гордеев узел. Вне зависимости, чего это касается. Это, кстати, даже может касаться вопросов здоровья, да. Когда вам нужно, например, вы понимаете так или иначе, лечь на хирургический стол и провести операцию. Если касается личной жизни, это разрыв, партнерские взаимоотношения. Если работы, напряженная атмосфера, накал страстей и, может быть, ситуация увольнения. Если с позиции финансов, долговые обязательства, то есть, наоборот, знаете, как рост долговой ямы. Так, как для вас это будет развиваться, если вы оставите все как есть? Если вы оставите все как есть, перевернутая восьмерка мечей, это попытка выхода из тупика, либо события каким-то образом сами сойдут на нет, то есть развяжут вам руки и ноги, да. Ну, вот после вот этой ситуации, когда вы расставили точки над И. И, скажем так, вот эти вот конфликтные ситуации разрешатся сами с собой. Потому что перевернутая восьмерка мечей говорит о том, что вы способны преодолеть любые какие-то трудности, какие-то неурядицы. У вас для этого есть все ресурсы. Как для вас ситуация будет развиваться, если же вы все-таки приложите к этому какие-то усилия, либо что-то будете менять. Если вы будете что-то менять, императрица, карта плодородия. Так, смотрите, как для некоторых это еще может проиграться. Вот сейчас просто идет информация. Значит, для девушек перевернутая восьмерка мечей, это еще карта аборта. То есть вопрос, сделать аборт или не делать. Не делать, да. И вот здесь вы склонны к тому, чтобы сделать аборт, потому что тузмерчей перевернутой. Да, по сути вам это развяжет руки и ноги. То есть вы, скажем так, грубым языком избавитесь от проблемы. Ну, давайте поточним этот момент. Будете ли вы довольны? По рыцарю Пентакли, например, если вы захотите вновь завести ребенка, то есть это будут у вас какие-то тщетные усилия. Если вы ребенка оставите, вот карта императрицы. По императрице здесь сама по себе ситуация говорит о том, что вы будете довольны, потому что это карта плодородия. Карта исполнения желаний. И здесь ситуация для вас обернется только в лучшую сторону. Так, давайте еще уточним этот момент с позиции все-таки не наличия беременности, с позиции взаимоотношений. То есть если вы что-то будете менять в лучшую сторону, вы можете, допустим, стать супругой, либо, скажем так, обозначить свой социальный статус, скажем так, дать все вашим отношениям, например, придать их огласки, стать официальной девушкой. Если с позиции работы, здесь можно проиграться, для некоторых как ситуация уйти в декрет, или для некоторых как ситуация повышения. Если с позиции финансовых долгов и прочее, здесь однозначная ситуация будет роста, улучшения, благополучия. Так, если с позиции личной жизни, если вы в ситуацию все-таки как бы, ну, вмешаетесь, то вы в этой ситуации, в принципе, будете на коне, то есть будете императрицей. Так, и здесь у нас падает сопутствующий аркан, перевернутый, так, это у нас перевернутый король мечей. Единственное, о чем здесь говорит карта, что не действуйте с позиции агрессии, потому что вы, скажем так, только добьетесь каких-то плачевных результатов. Здесь это вам ни к чему. То есть взвесьте все за и против, чтобы вывести ситуацию для вас в благоприятный уровень. Для тех, кто у нас выбрал четвертый вариант. В чем заключается ситуация выбора? Жрец. Ну, по жрецу, либо это ситуация обучения, то есть пойти учиться, не пойти учиться, повышать квалификацию. Либо, скажем так, грубо говоря, для кого-то покреститься, для кого-то принять ислам, да, то есть стать каким-то священнослужителем, не знаю, потому что это все-таки карта указывает на религию, на секты и так далее. То есть либо в целом обзавестись духовным учителем, духовным наставником, либо в целом для кого-то еще проиграться как ситуация оформления официальных взаимоотношений, то есть либо венчания, либо брака. Ну, давайте смотреть, как для вас будет это проигрываться. Так, если вы оставите все как есть. Если вы оставите все как есть, здесь у нас падает король жезлов, ну, это, знаете, сама по себе лидерская позиция, и здесь решение будет принимать мужчина. То есть здесь во многом будет зависеть все от него. По королю жезлов это какие-то перспективы, которые имеют развитие в будущем, если касаемо работы, повышения уровня квалификации, влияния, скажем так, да, на вашу работу какого-то мужчины, руководителя, да, работодателя, в целом, который благоприятно, скажем так, на вас будет влиять и поможет вашему продвижению по карьерной лестнице. Если с позиции финансов, это разумное распоряжение деньгами, рост финансового благополучия. Если с позиции здоровья, то здесь его укрепление. Единственное, что по королю жезлов, иногда могут быть скачки давления. Если с позиции личной жизни, опять же, здесь ваше взаимоотношение, с позиции брака и оформления взаимоотношений, все-таки решение будет принимать мужчина. То есть здесь вам нужно будет просто, как бы, например, ждать, если вы оставите все как есть. Если вы будете вмешиваться в эту ситуацию, что-то в ней менять. Так, здесь у нас падает старший аркан звезда. Ну, по звезде что однозначно можно сказать? Исполнение желаний, долгожданные перспективы, исполнение мечты. То есть, скажем так, если кто-то очень сильно стремится замуж, я не говорю, что вы должны мужчине вешаться на шею, но тем не менее, девочки, ну, как-то анонсируйте свою идею, да, какой формат взаимоотношений вам нужен. Если с позиции все-таки работы, исполнение желаний, рост профессионализма, как следствие вы будете востребованным специалистом. Кстати, по этой карте кто-то может реализовать себя с позиции либо целителя, либо астролога, еще вот такой аспект. Если с позиции финансов, решения финансовых проблем, улучшение благосостояния. Так, в плане здоровья, здесь улучшение здоровья при помощи физиотерапии. Если с позиции личной жизни, я вам уже озвучила, да, то есть четвертый вариант крайне благоприятен. Здесь все будет так, как вы хотите. Поэтому те, кто выбрал, я вас искренне с этим поздравляю. Для тех, кто выбрал пятый вариант, в чем у нас заключается суть вопроса. Четверка кубков. Ну, вам нужны новые эмоции, какие-то яркие краски жизни, потому что ситуация, знаете, как депрессия, то, что вы на себе тянете какую-то вот грусть, тяжелую обязательность. То есть, грубо говоря, вы застряли, вы зависли, вы не видите каких-то перспектив. Для многих это еще может проиграться, как ситуация ожидания каких-либо известий. Ну, давайте проиграем. Мы посмотрим, как проиграется у вас ситуация. Карта называется «Выпала с ума». Так, если оставите все как есть. Если оставите все как есть. Здесь у нас падает перевернка «Королева мечей». Ситуация какого-то расчета. Расчета с позиции… Ну, вот если в плане работы, это держаться за работу не потому, что вам нравится, а понимаете, что вы что-то здесь можете, скажем так, рвать, да, либо поправить свое положение. Если с позиции финансов, ну, какая-то вот сама ситуация расчета, подвести дебет с кредитом, да, сопоставить расходы и доходы, чтобы не попасть в просак. Если с позиции личной жизни, это может быть в целом, знаете, как устранение конкурентки, либо же отношения по расчету. Не обязательно материальному. С партнером может быть просто комфортно, удобно. Партнер может каким-то образом решать ваши проблемы или, скажем, знаете, так, скоротать время, ну, скажем так, до появления, скажем так, мужчины в вашей жизни, да, там, либо женщины в вашей жизни. Как будет развиваться ситуация, если вы что-то будете в ней менять? Если что-то в ней будете менять, по десятке жезлов, это для вас будет неподъемный груз. Но, тем не менее, своего вы добьетесь. Но не так быстро и так скоро, и так легко, как бы вам этого хотелось. Но, тем не менее, по этой карте это возможно. Почему? Потому что все десятки говорят о завершении ситуации. Да, вы взвалили какую-то неподъемную ножку на свои плечи, но, скажем так, овчинка выделки стоит. А какую позицию занимать, пассивную или активную, уже, безусловно, решать только вам. Для тех, кто у нас выбрал шестой вариант. В чем заключается у нас суть ситуации? Перевернутая пятерка жезлов. Карта четко указывает на прекращение борьбы, прекращение конкуренции. Возможно, вы рано сложили руки. Прекращение борьбы, это может быть в личных взаимоотношениях, когда вы, например, устали бороться за партнера или с партнером, для того, чтобы наладить взаимоотношения. Если с позиции работы сдаете свои позиции, скажем так, даете почву для роста конкуренции. Опять же, если с позиции финансов, это ситуация, знаете, как пустить эти финансы на самотек, не то, что вас финансово благополучие не беспокоит, вы просто устали вороться с финансовыми трудностями. Но, опять же, если с позиции работы это ситуация, очень часто говорит перевертая пятерка жезлов о, ну, это или отеки, либо какое-то венозное расширение вен. Так, как будет развиваться ситуация, если вы оставите все как есть? Если вы оставите по королеве кубков, это, знаете, как, ну, вот такое удовлетворение ситуации, пусть будет, как будет, особенно, если вы королева чаш, то карта говорит о том, что вы будете довольны ситуацией, потому что это наслаждение моментом, это, знаете, какая-то вот ситуация отдыха, уверенности в себе и отстаивания своих позиций. То есть, даже несмотря на то, что вы сложили руки в этой конкуренции, вы понимаете, что вы все равно занимаете какие-то лидерские позиции, либо тот, кто с вами пытается конкурировать, вам не ровня. И как будет развиваться ситуация, если вы все-таки в нее вмешаетесь? Если будете вмешаться по перевернутому аркану император, император, ну это потеря стабильности, для кого-то, это, знаете, можете потерять мужчину, потому что император карта мужчины, мужчины самодостаточного, очень такого, не говоришь, что он диктатор и тиран, нет, но сам себе хозяин. Скажем так, если вы все-таки будете пытаться эту конкуренцию с ним отстаивать, показывать ему, кто в доме хозяин, то мужчина просто-напросто уйдет. Поэтому все-таки будьте такой нежной, мягкой, любящей, любимой, и тогда отношения ваши, например, будут развиваться в том русле, о котором вы мечтали. Если с позиции работы, то не лезьте на рожон, иначе вы можете нарваться на какую-то вот критику либо недовольство и гнев со стороны руководства. Опять же, если с позиции финансов, здесь ваше вмешательство, например, какие-то инвестиции и прочее, прочее, приведут к упадку стабильности, поэтому не нарубите дров. Так, теперь смотрим на те, кто у нас выбрал седьмой вариант. По седьмому варианту тройка жезлов. Тройка жезлов карта новых перспектив, новых горизонтов. Вы понимаете, что у вас есть новые ростки жизни, новые планы, новые идеи, которые у вас могут реализоваться в полном объеме. То есть, либо вы ищете какие-то, скажем так, новые пути, дороги для развития ситуации, не важно, что это там, переезд, смена работы, либо отношения и прочее, прочее, да? То есть, вы не знаете, каким путем пойти, чтобы эту ситуацию улучшить. Так. Давайте смотреть, как у вас будет развиваться ситуация, если вы оставите все как есть. Если оставите все как есть, здесь у нас падает перевернутый маг. Карта четко говорит о том, что либо эта ситуация самообмана, либо вы все-таки станете жертвой обмана какого-то афериста, и когда вами будут манипулировать. Если с позиции работы данную карту смотреть, то, например, это может быть ситуация делового предложения, которое вас затягивает, да, и вы, скажем так, как овечка, да, мирно, покорно пойдете, то вы станете жертвой обмана. Если с позиции личной жизни, да, попытки построения отношений ни с чем, ни с тем человеком могут привести к тому, что, скажем так, вы станете жертвой обмана и манипуляция, то есть мужчина будет видеть из вас веревки как вариант. Если с позиции здоровья, то это, знаете, какие-то косметологические процедуры, которыми вы можете быть разочарованы, потому что мастер, которого вы выберете, не будет специалистом своего дела. Опять же, если с позиции финансов, то это, знаете, какое-то невыгодное инвестирование, то есть, либо вот вам предложили, да, вы сами не ищите альтернативных вариантов, и можете попасться на какую-то аферу. Как для вас ситуация будет развиваться, если вы все-таки будете предпринимать какие-то действия? Здесь у нас карта говорит о том, что здесь падает перевернутый король Пентакли. Так, о чем говорят эти арканы, вот о самом по себе сочетании? Если с позиции работы, здесь может быть вплоть до ситуации банкротства, потому что то, что вам предлагают, вот, а вы если теперь ситуация выбор, например, принять это деловое предложение, не принять, то, что вам предлагают, не является для вас выгодным. Сейчас я буду уточнять, почему. Ну, потому что на вас здесь повесят всех собак, вам придется отстаивать свои позиции, если вы будете, знаете, диктовать свои условия, например, если вас принимают на работу, то вы будете прописывать свою должностную инструкцию, но все равно по факту вы останетесь здесь ни с чем. А если оставите ситуацию на самотек, то здесь просто-напросто по перевернутому рыцарю жезлов вы будете крайне недовольны происходящей ситуации. Так, и вот здесь, вот я вытянула дополнительную карту, она не касается ситуации выбора, это в целом. А нужно ли вам здесь что-то выбирать? Вот здесь падает перевернутое колесо фортуны. Задумайтесь, это вообще ситуация, скажем, как говорит карта, не стоит рассмотрения. Потому что что такое перевернутое колесо фортуны? Это либо ситуация неправильного выбора, либо каких-то упущенных шансов. То есть не туда вы акцентируете свое внимание. Потому что даже если вы ситуацию ставите так, как есть, либо что-то будете предпринимать, какие-то активные действия, вы все равно останетесь либо недовольны, либо, скажем так, ну не с теми перспективами, на которые вы рассчитывали. Поэтому от этой вот ситуации выбора либо вообще какой-то затей вам стоит отказаться. ну вот например, да, вот ехать или не ехать. То здесь карта говорит о чем? То есть если вы поедете в ситуацию, вы не улучшите, но если вы останетесь, это тоже как бы, ну вы какой-то просто идет ситуация застойного периода. Вам нужно просто, скажем так, переждать ее и потом предпринимать какие-то действия. Так, и для тех, кто у нас выбрал восьмой вариант, давайте смотреть. Так, 21 аркан мира, замечательная карта. По поводу мира, что могу сказать, это либо ситуация создания семьи, либо ситуация переезда, потому что мир это карта путешествий, карта общения с иностранцами, заключения договоров, да, с иностранными коллегами и прочее. То есть, ну, ситуация значимая, потому что старший аркан для вас это какой-то ключевой момент в жизни. Либо ситуация завершения чего-либо, какого-то этапа в жизни и знаете, как новый стартап, можно так даже сказать. Что, как для вас она проиграет эта ситуация, если вы оставите все как есть. Если вы оставите все как есть, здесь у нас падает пашкубков, ну, вот смотрите, здесь либо также может проиграться рождение ребенка для многих, потому что и мир, и пашкубков это карта, которые указывают на появление деток. Либо же в целом, это знаете, как я говорю, весна в любви, ситуация влюбленности, развитие взаимоотношений, причем благоприятное развитие. Если с позиции работы новый проект, который он принесет вам колоссальные перспективы, которыми вы будете довольны, то есть предложение принимать. Опять же, с позиции финансов, рост доходов, улучшение финансового благополучия и стабильности. Если с позиции работы, это все, что касается, знаете, каких-то, как я говорю, мероприятий для души, то есть это спа-салоны, услуги косметолога, вот все то, что, скажем так, во-первых, вас преобразит, сделает лучше, более открытой миру, и чем вы по итогу останетесь очень довольны. Так, что будет происходить, каким образом будет развиваться ситуация, если вы в нее все-таки будете вмешиваться, принимать какие-то активные действия. Давайте посмотрим. Тройка Пентакли, понимаете, то есть для вас, как бы вы в этой ситуации не поступили, как говорится, карты с неба вам благоволят, потому что по тройке Пентакли это ситуация союза, это ситуация уверенности в себе, новых начинаний, помимо всего прочего, если с позиции материального, да, карта материального благополучия или успеха, ну то есть там, да, открыть дело или нет, открыть, вот допустим, вот здесь, если вы оставите все, как есть, вы будете развиваться сами как личность, вы можете быть фрилансером, если вы с кем-то вступите в союз, станете соучредителем какого-то дела, вы тоже от этого выиграете, то есть здесь уже решение за вами, потому что в любом случае так или иначе карты говорят о том, что при любом раскладе вы будете на коне, с чем я вас искренне поздравляю. Вот таким у нас вышел расклад, отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии в комментариях, отыгрывается он у вас или не отыгрывается, буду вам крайне за это признательна, но я вас еще раз благодарю за внимание, с вами была Ева Лекцер и до новых встреч.